Полвека в строю юбилей отмечает один из самых длинных мостов в России. Возведенный по уникальной для 60-х годов прошлого века технологии, железобетонные сооружения и сегодня служат переправой через Волгу. Хронологию жизни Саратовского моста восстановила Екатерина Барковская. Кадры этой кинохроники хранят воспоминания об одном из важных исторических событий нашего города – строительстве моста через Волгу. Пройдет еще немного времени, и новый мост соединит два города – Саратов и Энгельс. Будущий профессор технических наук Игорь Овчинников в момент строительства моста был студентом Болетехнического университета. И технологию возведения этого бетонного сооружения он знает от А до Я. В 1960 году, когда началось строительство, инженеры использовали тогда еще новую технологию установки бетонных свай. Мост уникальный, большой, по мостовой классификации он называется «Внеклассный мост». Этот мост был, по сути дела, в России одним из первых предварительно напряженных железобетонных мостов. Он вообще интересен по своей конструкции. По виду он вроде бы арочный, а на самом деле он балочный. Просто это переменные высоты арочки использованы, сквозные. По проекту поддержку всей конструкции обеспечивали 39 опор. Пролетные строения моста состояли из 66 разрезных балочных строений. Их длина составила от 20 до 70 метров. Эту махину монтажники нежно называют «птичкой». Размах ее крыльев 116 метров. Весит она 2600 тонн. В 1965 году мост был полностью возведен и сдан в эксплуатацию. В память о грандиозном открытии железобетонного сооружения подтверждают пригласительные билеты на праздничный митинг. Датируются они 11 июля. В фондах Краеведческого музея также сохранились ножницы и красная шелковая ленточка, разрезанная во время торжественного открытия мостового перехода. За время строительства моста 8 человек были удостоены звания заслуженный строитель РСФСР. А трое из них стали лауреатами Ленинской премии. Вот эта телеграмма говорит о том, что начальник моста отряда номер 8 Алексей Петрович Грецов как раз удостоен этого звания. Вторая жизнь моста Саратов-Энгельс началась в 2013 году. Отслужив свой срок согласно строительным нормам, железнобетонная конструкция требовала ремонта. Вопрос реставрации моста курировал первый заместитель руководителя администрации президента Вячеслав Аладин. Работы по ремонту моста их откладывать было нельзя, потому что когда мы вскрыли основание, то увидели, что гидроизоляция, которая защищает конструкции моста, она совершенно изношена и никаких защитных функций на себе она не несла. Поэтому, чтобы дальше прекратить разрушение моста, разрушение его конструкции и сохранить его. Реставрация проводилась в несколько этапов исследования конструкции, замена деформационных швов моста и укладка нового дорожного полотна. Торжественное открытие обновленного моста состоялось 29 августа 2014 года. Этот мост нас объединил не только в буквальном смысле и согласно своему предназначению. Он, как и Волга, олицетворяет собой мощь движения. Разрешаем открыть! Открытие моста ждали десятки тысяч жителей Саратова и Энгельса. На предмостовой площади собрались все, кто захотел стать свидетелем исторического события. Дороги очень плохие были. Ездить было невозможно на машине. А сейчас вон прекрасно. Ездить в Энгельс к родственникам, даже домой, 50 километров. Ну что же такое? Это много бензина и дорого. Объезжать такую, да, ребенка ко мне возят. Это жутко. А для нас такая радость, такая радость. Отремонтировать мост смогли не только качественно, но и быстро. Вместо шести запланированных месяцев работы завершили за четыре с половиной. Сейчас уже почти через год после торжественного открытия моста водители говорят, движение по нему стало комфортнее и безопаснее. Я езжу по мосту почти каждый день. Мне нравятся асфальты, покрытия, на котором не сказать шины даже во время дождя. Достаточно яркое освещение на мосту, даже в ночное время суток. Первая за полвека серьезная реконструкция, по мнению специалистов, продлит срок эксплуатации моста еще как минимум на 20 лет. Екатерина Барковская, Максим Пустовалов, РНТВ, Саратов.